Ну, как всегда, давайте договоримся, что с сотовыми телефонами пользуются только оперативные работники спецслужб, которые, в отличие от нас, сегодня пришли сюда поработать. Ну и, конечно, те отцы, которые ждут рождения сына сегодня в ладони. А в то время, я думаю, на два часа можно обойтись без телефонов, чтобы они нас не отвлекали. Ну, давайте отключим телефоны и поговорим. Тем более, что есть о чем поговорить. Ситуация в России резко меняется. Когда мы споним и плачем о том, что вот такая сильная власть, и уже ничего не поделюсь, потому что, наверное, все больше и больше становится быдут, который принимает уже все и готов аплодировать нашим нырянщикам, ритуам в лице Путина и Медведева, уже признавая их лидерами нации и государства, ситуация напоминает на самом деле где-то конец сентября 2017 года. Как о том же самое говорили, что ну все, из сяккого революции 1905 года прошла волна посадок ликвидированной партии. У власти Кевинский, которому аплодируют и толпами пули его принимают. А когда проходил в конце сентября 2017 года земледельческий съезд, то интересный был расклад голосов. Чернов, это бывший министр земледелия, получил 804 голоса. Кевинский получил на этом съезде 801 голос. А некий Владимир Ильич Ленин получил всего 20 голосов. Это конец сентября 2017 года. Вы признаваете, как буквально за считанные дни недели изменила ситуацию в стране. И у нас сегодня, и мы будем об этом сегодня говорить, мы должны уметь и видеть. Вот маленький пример, трагичный пример, это Крымск. Да, жуткая трагедия. И эта трагедия, трагедия не тысяч погибших, а бездоленных. Это трагедия всего народа, который увидел, что нет государства. Что защищать народ, беречь народ, хранить народ, никто не собирается. Когда власть может открыто врать в лицо народа. И с одной стороны, все пережили эту катастрофу в примерке на себя. Почувствую себя без отечества. Без власти, без правительства. Что позаботиться о нас некому. Но на один взгляд, это правильный взгляд, но там же есть другое, что заставляет каждого из нас почувствовать крепость силы, духа. Что делает власть? Власть согласна программе Милтона Фридмой, которая насуществляет 20 лет. очень много вкладывает сил и гигантских средств для воспитания индивидуализма. Потому что в программе Милтона Фридмана прямо говорится воспитание крайнего индивидуализма. 20 лет нас пытаются воспитывать в новом формате человека. Не коллективистского, а эгоистичного. А что показал Крымск? А он показал, что тщетны их усилия. И наш характер национальный им не переломить и не удалось переломить за 20 лет. Почему? Потому что то, что не хочет делать власть, берет на себя инициативу, в первую очередь молодежь, которая кинулась туда помогать, спасать, поддерживать, укреплять. Ни за ними, ни по призыву, а по личному золу совителя. Мы еще не научились отмечать и пропагандировать, и подчеркивать такие моменты в нашей жизни. Но они есть, и они нарастают. Я уже говорил как-то в одном из интервью, сравнивая ситуацию в России, ну так как я был в Стальге, поэтому мой образ у меня это как в большом котле на костре закипает вода. Вот сидишь вот за костричей, думаешь, что ты будешь здесь сидеть вверх, пока она в этом огромном котле закипит. Ниже не вернется вода. И потом вдруг пузырьки пока ее выжигать. Маленькие, маленькие пузыречки. Незаметный взглядом. И начинает закипать и курить весь котел. Самое страшное, что сделала власть за последние 20 лет, это упадок духа, воли, страсти жить, жажды жить. каждый из нас сейчас переберет ушедших родственников своих, ушедших друзей. И обязательно вспомнит вот тот момент, когда человек упустил руки. Ведь да, лежит-то не охотно. и сейчас очень многие прямо говорят, скорее бы, подохнут от этой жизни. И когда нам говорят, что ваши книги разжигают ненависть к власти, это ложь и чушь. Наши книги в первую очередь дают волю к жизни. Вот это жажда жизни. Желание жить, бороться и испытать вот тот стыд и насами с рандовиками, перекидами с рандовиками, которые отстояли нашу страну, а мы ее сдаем. Вот почему я хочу начать сегодняшнюю встречу с книги Татьяны Леонидовны Мироновой «Русская душа и нерусская власть». Хотя, стоя на трибуне, мне бы удобнее было уже продолжать говорить и переходить к книге «Битва с любимым действием». Это вторая книга сегодняшней презентации. Но почему я хочу начать с Татьяны? Потому что вот как раз это та книга, которая несет заряд бодрости, энергии, воли. Это так необходима сегодня книжка, что я, переступая порог тактичности, говорить в высоком стиле о жене, о книге своей жены, переступая легко этот порог. Почему? Потому что есть объективные вещи. вот эта книга, которая дает нам энергию и волю к жизни. Слово Татьяне родительный дает им дурак. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 нам успели уже надавать и устно, и письменно. Вот. Но я некоторые вопросы не стал записывать и устно попросил, чтобы прислали записки. Но давайте только в письменно. Да, нас действительно загнали сегодня в такой черный угол жизни, что выбраться из этой паути и лжи, из этой пыли на вождении и навеков на русский народ каждому отдельному человеку очень трудно. Выходить надо всем разом. Прорываться, пробиваться, пересиливая вот то программирование нашего национального сознания, которое произошло особенно за эти последние 20 лет, но происходило целенаправленно и раньше. Вот. Яркий пример сегодняшнего здешнего дня. Здесь, на ярмарке, представлена книга известного израильского поэта Игоря Губермана. И в интервью с ним московского кунсомольца спрашивают, вернее, не спрашивают, а комментируют. «Русский характер, говорит интервью как нельзя лучше представлен в вашем творчестве». Далее идет цитата из Игоря Губермана, которую я смягчаю, чтобы не оскоплять ни ваш, ни свой слух. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо ругает, не вылезает и терьма». Это так, на этой книжной ярмарке сегодня представляет русский характер поэт Игорь Губерман, израильский поэт и московский комсомолец. Вот та самая картинка, а я держу во избежание действия закона о полиитете тут все эти вырезки. Вот та самая картинка, которую пытаются поставить перед нашими голосами на экранах, в учебниках, да где угодно, изо всех радиоприемников льется одно. Русские быдла, мы никуда не годны и сами себя. Мы начинаем обвиновать быдлом, особенно после прошедших выборов, махнув рукой на свой народ и считаем, что нет, этот народ уже никогда не поднимется, уже никогда не воскреснет, если просто есть некоторые отдельные люди, которые ну еще мыслят по-русски, но это же не делает погоде картины и не изменит судьбы всего народа. Но на самом деле все это лужи. И мы именно сейчас должны вырвать народ из самих себя, из этой лжи, потому что мы находимся в преддверии серьезных национальных и межнациональных катаклизмов. Я хочу вас вернуть в советские годы. В 70-х годах идеологи, вполне высоков футские, коммунистические идеологи, заявили о создании единой социальной и социалистической общности советский народ. И тут же, как по монолению руки, появились трещины вот в этом монолите исторической России, который тогда назывался СССР. Почему? Да потому что каждый народ стал смотреть, что это, русские теперь нас всех под одну гребенку гребут, а ведь не к партии предъявлялись претензии, предъявлялись претензии государства, образующего русскому народу. И появились отдельные национальные квартиры, резко развелось национальное движение в каждой из республик, мы получили разрушение исторического тела России, 15 государств распались. А сейчас, буквально этим летом, некий наш президент, господин Путин, в двух местах в Саранске в тысячелетие рождения, в тысячелетие Мордовии и в Казани вдруг заявляют о создании единой исторической общности российский народ. И это очень не случайно. Мы не будем списывать подобные заявления на недоумках, на глупость или вот эту заоблачную величину Путина, который считает, что он все уже тут может заправлять процессами и руководить потопами. Нет. Это преддверие распада России на новые национальные квартиры, потому что каждый народ задумывается, какой российский, какой я россиян, я Татарин, я Удмурт, я Марква, я русский. Но все претензии опять к русскому народу проявляются, ибо он во всех главах, ибо он мыслится как государство в раздущем. Значит, он виноват тем, что принуждает быть всех россиянами, и от него надо бежать. Вот это самая опасная сегодня вещь, которую нужно преодолевать и объяснять, и самое главное объяснять нам самим русским, объяснять себе, кто мы, почему мы никогда не помрем, не вымрем, а должны воскреснуть. Да, сегодня в русском сознании, в русском подсознании есть те фундаментальные вещи, те столпы, которые позволяют нам знать, быть уверенным, ведать совестно, что мы никогда не победили. Я, как лингвист, занималась этими вопросами, и могу сказать, что такими столпами являются понятия русской души, русской совести и русского понимания добра и славы. Вот это настолько прямые и четкие вещи в нашем языке. А языком варяет каждый с рождения. Он в нашей генетической памяти, его никуда не веришься просто. Просто ну надо забыть язык тогда, одуреть полностью, ставить виллу, чтобы перестать быть русским. И вот в нашем языке есть эти четкие столпы. Их сломать, вот косить, разрушить неразможно. Пожалуйста, русская душа. Ведь у нас, по отличиям других народов, душой именуется все. Души мы числим в казенном смысле. Поддушный налог, расчет бюджета на душ населения по сей день. Ядоков и детей считаем поддушем. Но мы же еще ведь мыслим все свои чувства меряем душой. Душа у нас веру знает, душа болит, душа радуется, с души воротит, с души плет, душа плачет. Это все душа, это все русский человек у других народов по-другому. Мы общаемся, мы русские, основа души, у нас разговоры по душам, у нас все основано на этом. И самая большая так сказать благодарность человеку, когда он человек душевный. И самое грустное при нему, когда он бездушный. И слово великодушие говорит о том, что в человеке много души, а мало души это мало. Душа она есть, но она маленькая, душонка, и туда не вмещается высокое, большое, не влезает. А все помыслы о своем, о семейном или о кармане, который надо напить. И вот это представление у нас никто из языка не вычеркнет. А раз не вычеркнет из языка, значит, из нашей картины мира это тоже не вычеркнуть, не вымарать. В каком же мы с вами углу, если русский человек, это человек души, если он знает, что есть великая душа и что главное для него в жизни это спасение души, а не набитие кармана. И вот второй столб, который сегодня все с горечи вспоминают, это совесть, русская совесть. Ведь у других народов тоже нет совести, в отличие от нашего русского народа. Это признают все лингвисты, хотя интересно, когда переводят с английского, с французского, стараются слово совесть ввести в литературу, хотя ее там нет. Что такое совесть? Это сверх сверхъестественное, божественное понимание человека добра и слава. Своя, свое ведение внутри себя, как говорил Таль, невольная любовь к правде. Невольная, потому что зная, что мне выгоднее делать все, и делая это, мы понимаем, что это правда, которая над нами, и вот это понимание добра и зла даже самого погоненького, самого плохоненького русского, а делает русским. И именно о таких людях писал Николай Васильевич Гоголь, что у каждого подрюки, пусть даже он весь изговорялся в грузии и поклонничестве, и у того найдется братцы крупица русского чувства. Вот они, чувства, они разум, не мысль, а чувства русской совести. И те, кто творят сегодня зло, этих очень много, и те, кто совершает преступления, русские по крови люди, они совестно понимают, что они делают плохо, они то, что вы не ведут, что творят. И каждый русский все равно осознает, что в этой жизни ему совестью не разменуться. И скажу еще о третьем в толпе. И все это есть в этой книге, все это прописано, сформулировано, и можно этим поддерживать своих детей, своих близких, да и просто людей, которые колерут сегодня собственные народы. Третья позиция, третий спорт фундамента, это добро и зло, как мы это понимаем по-русски. Ведь нам сегодня старательно перемешивают добро и зло, говорят, что нет разницы, что гранина зыбка, и вообще невозможно никак разобрать, что действительно хорошо, что плохо. Ложь, опять заведомая ложь, чтобы русский человек на какое-то время находился в состоянии смуты, чтобы успеть за это время обезволить, уничтожить русский народ. Так вот, добро и зло это правое и левое. А слово право, право, справедливость всегда добро. И глагол управлять, и слово правители, они значит должны нести добро, делать, служить высшей правде. Но посмотрите, как происходит. Сегодня мы наших президентов премьер-министров называем правителями, но ведь к правде и добу они смеют. Мы говорим, что они нами управляют, но понимаем, что это не таково, что они клеят нашу жизнь. И вот это осознание, оно у каждого в языке есть, у каждого. И постумно, чувством, это понимает каждый русский человек. Он не будет об этом говорить в соц. опросах, он не будет об этом высказываться в измерении рейтингов или стиле экрана, но он это чувствует. И добру, и злу есть понятие вверх и низ, зад и вперед. И мы тоже знаем, тот, кто впереди и тот, кто наверху, должны служить добру, должны служить добру народа. т.е. А когда все в России поставлено с ног на голову, когда подонки, когда низкие люди, то есть кто внизу, возвышается, мы понимаем, что надо вернуть на место положение вещей, законное положение вещей, именно то положение вещей, которое диктует нам наш родной язык, ведь мы его помним до конца своих дней. И вот это спасительная для нас основа, которую невозможно сломать, замутить до конца, извести, потому что народ-то говорит на языке, переучить предвозможных, эта спасительная основа нас скрипит. Я о ней говорю в своей книге и я надеюсь, что тот же ацинизм, что мы не сломаемся, а восстанем, восстать можно со дна после падения, воскреснем национально, он должен передаться всем вам и должно через вас по законам информационной войны, информационной атаки русского народа передаться многим другим. Спасибо большое.